Трудные места с библейским порталом Экзегет Синодальный перевод Синодальный имеет такие особенности Он вроде переводит все правильно, не скажет, что где-то ошибка Бывает, конечно, но очень редко, и не в посланиях И, тем не менее, общий смысл непонятен Еще раз, Тимофей, храни преданное тебе Ну, понятно, что не вещи даны на сохранение, а предание Что такое предание? То, что предали нам То, что не наше, но даже не те, кто нам это передал А то, что передается, такие семейные реликвии Но это понятно, есть некое предание, уже есть Это всего лишь второе поколение христиан Тимофей, ученик Павла Отвращаясь негодного пустословия Ну, тоже понятно Хватит трепаться впустую Вот, выключайте свой мобильный телефон Хотя бы иногда И прикословил же именного знания А вот это совсем непонятно Если заглянуть в греческий Кай антитесес Тес псевдонюму гносеус Ага, гносеус Именитный падеж гносес Наверное, многие уже узнали Такое известное слово Ну, чуть дальше Которому предавшись, некоторые уклонились от веры Разве знания уводят от веры? Впрочем, некоторые так считают То есть, допустим, если кто-то там что-то такое Сказал про, не знаю, теорию эволюции То это вот наука, которая разрушает веру Нет, здесь явно не про то Здесь лжеименное знание Лжеименное, то есть то, которое Лишь называется знанием Но на самом деле таковым не является И Павел явно не порицает знания как такового Науку, тем более естественную Которую в те времена просто не было еще В нашем понимании Были, может, одни ее отдельные элементы Но что это такое? Вот в последующие времена Буквально где-то сразу после возникновения христианства И рядом с ним Возникает такое учение гностицизм Гностики И название этого учения происходит от слова гносис Знания Знайки Как можно перевести гностиков на русский язык Что же в этом плохого? Но вообще-то гностицизм — это огромное и сложное учение И даже не одно, а скорее комплекс учений Которые мы объединяем под этим словом По сути дела, главный его принцип гностицизма Вы все профаны и невежды Я храню подлинное знание Но я вам его просто так не скажу Это только для посвященных Это очень сложно Это надо понимать в особым духовном смысле И вот мы посвященные будем это передавать Тем, кого мы посвятим И дальше разворачивается сложнейшая космогоническая картина При этом надо сказать, что гностики Они принимали Евангелие Они принимали Христа Как важную для себя фигуру В этом, казалось бы, они были едины с христианами Но Христос для них был одной из множества фигур То есть там типичное такое гностическое представление Их было много разных еще раз Я называю такое усредненное Мейнстрим, если хотите Тем более, насколько мы его знаем Потому что гностики до нас не дошли Вот в первоисточниках В основном мы их знаем в пересказах И пересказах, как правило, христианских авторов С ними споривших Так вот, мейнстрим у них примерно такой Что творение мира — это результат некоторой трагедии Не великий бог-творец захотел сотворить мир И любить этот мир И содействовать ему Но мир возник, когда некоторая сущность Отпала от божества И, значит, вот в этом своем отпадении Она каким-то образом испортилась Очень сильно стала скорбеть И, ну, что называется, сотворила этот мир От нечего делать В общем-то, мир — это результат грехопадения Не грехопадение состоялось в мире А мир — результат грехопадения Ну и дальше, соответственно Сущностей очень много У них разные истории Вот эта сущность, которая отпала от Бога Она мечтает к нему вернуться Но материальный мир ей мешает Нужно освобождать эту сущность Искры этой божественной сущности От материального мира И тем самым они будут возвращаться к Богу И очень многие разные другие сущности в этом Какие помогали, какие мешали Вот Христос — одна из важнейших Но одна из Которые этим процессом были заняты и увлечены И, соответственно, мы, говорят гностики Посвященные, разумные, владеющие знанием люди Вот мы этим трудом и занятым Освобождаем искры божественного света От их материального плена Чтобы возвратить их к Творцу И в результате возникает какая-то очень сложная Интеллектуальная система Все в голове Жизнь вот в ее непосредственных формах Телесных Она грязное дело Не то, что греховная жизнь Грязное дело Не то, что там надо воспарять над бытом Да, с этим можно согласиться А вообще жизнь, она не важна Вот человек, который в своей голове ворочает мирами Сущностями, небесными иерархиями Он, в общем, из этой головы уже не очень выходит Не буду сейчас давать разного рода психиатрических диагнозов Я не психиатр, это к другим с этими вопросами Но такое ощущение, что они там были в целом ряде случаев А может быть и были основой этой гностической системы Когда человек внутри себя создает сложнейшую интеллектуальную схему Причем гностики никак не могли объединиться У каждого был свой круг учеников Но вы понимаете, эти схемы, которые каждый себе создает Но они же для себя прежде всего Поэтому они очень разные Ну и в результате возникает ситуация Когда, в общем-то, если ты этим всем увлекаешься То тебе уже не до остального Все остальное тебя уже не интересует Мы не знаем точно Были ли рядом с Тимофеем, учеником Павла Такого рода гностики Но ведь они не родились в каком-нибудь там 30-м году нашей эры, условно говоря А до этого их не было и потом не будет Да и сейчас они есть Люди гностического склада Причем они могут вполне себе исповедовать христианство Занимать какие-то должности, простите В христианских структурах Но для них христианство это некая Невероятно сложная интеллектуальная схема Которая, в общем, не имеет прямого отношения к жизни И задача посвященных или тех, кто жаждет посвящения Вот в своей голове этими интеллектуальными схемами ворочать А вот это все, это проза жизни, это фу Это некрасиво, это грязно Этим не надо заниматься Павел говорит, что это уводит от веры Нет, он так не говорит, так я его прочитываю Давайте будем точны Но я не знаю, как это можно прочитать еще И смотрите, а вот Чуман говорит до этого До этого он говорит, как надо жить Богатых увещевают, чтобы они невысоко думали о себе Надеялись на Бога, благодетельствовали Богатили добрыми делами, были щедры Собираясь в сокровища для будущего Чтобы достигнуть вечной жизни То есть вот с человеком, у которого есть много денег И который их обычно тратит на свое удовольствие Можно поговорить о том, что он этими деньгами Может купить нечто лучшее, чем удовольствие А вот человек, у которого много знаний И который с помощью них покупает себе удовольствие Интеллектуально гораздо труднее в этом переубедить И получается, что от таких только остается держаться подальше Прочитаю свой перевод в конце, как обычно делаю Тимофеич, что тебе было доверено, храни В стороне с никчемной болтовни противников Они говорят от имени якобы знания Но те, кто сулил его, сбились с верного пути Благодать с вами Внеси свой вклад, оцени Подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!